МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика» в студии Галина Титарчук. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На встречу с прошлым в Чебоксары приехала великая княгиня Мария Романова. Пить или не пить? Почему не у всех жителей республики из крана течет чистая вода? Они совсем не обижаются, когда над ними смеются. Сегодня в России отмечают день рождения КВН. Сегодня в Чебоксары прибыла глава российского императорского дома великая княгиня Мария Романова. Это не первый ее визит в Чувашию. Мария Владимировна уже приезжала в столицу республики в 2003 году. В этом отмечается 400-летие дома Романовых. Ольга Григорьева и Евгений Анисимов тоже встречали ее императорское высочество. У гостиницы в центре Чебоксар, где остановится великая княгиня Мария Владимировна Романова, сейчас все и все на готове. Она должна подъехать буквально с минуты на минуту. Встречается главу императорского дома Романовых. Их будут по давней традиции хлебом и солью. Мы очень довольны, что пригласили, нас очень рады. И большая честь, что нас пригласили. Хотим узнать многое. Великая княгиня уже побывала в Москве и Нижнем Новгороде. Теперь на очереди Чувашия. Сообщается, что дальше будут Татарстан и Самара. И вот уже мне сообщают, что кортеж на подходе. Прежде чем рассказать о программе «Визит», немного о биографии Марии Владимировны Романовой. Известно, что живет она в Мадриде, где и родилась 23 декабря 1953 года. Окончила Оксфордский университет. Свободно владеет несколькими языками. Английским, французским, испанским. Говорит и читает по-немецки, итальянски и арабски. После кончины отца князя Владимира Кирилловича стала главой дома Романовых. В своих интервью она нередко подчеркивает, что является носителем идеала православной монархии. Но не хочет навязывать жителям страны свои убеждения против их воли и заниматься политикой. Однако готова служить россиянам, используя духовный и исторический потенциал императорского дома. Великая княгиня пробудет в Чувашии три дня. Она встретится с главой республики Михаилом Игнатьевым, митрополитом Чебоксарским и Чувашским Варнавой, а также председателем духовного управления мусульман Чувашия Альбиром Кыргановым. Гостя побывает у монумента воинской славы, куда возложат цветы. Она также посетит Веденский кафедральный собор и мечеть Булгар. Ну и, конечно, место раскопок в сквере имени Константина Иванова, где недавно археологи обнаружили останки предположительно бабушки первого русского царя Марии Шестовой. Ожидается, что Великая княгиня познакомится с архивными документами, материалами и также встретится с теми, кто участвовал в этих раскопках. В программе «Визита» Великая княгиня главы императорского дома Романовых также значится село Шоршел и Мариинско-Пасадского района. Но на данный момент это пока вся информация. К другим новостям. На реализацию программы «Чистая вода» выделены миллиарды рублей. Но в некоторых муниципалитетах качественной питьевой воды до сих пор нет. А вместо нее люди вынуждены пользоваться технической. Что делать и как решить проблему, выясняли на совещании у главы республики министры, руководители муниципалитетов, представители подрядных организаций и проектировщики, задействованные в программе. Программа «Чистая вода», которая должна обеспечить жителей Чувашии качественной питьевой водой, работает уже с 2011 года. Ведется строительство крупных водных объектов в Алатарском, Шимуршинском районах, в поселке Вурнары и Брейсе в городе Цивильск. Но результаты положительными не назовешь. Всего за период 2011 по 2013 год на строительство вышеперечисленных объектов направлены средства в объеме 1 миллиард 408 миллионов рублей. Из них за счет средств федерального бюджета 945 миллионов рублей, за счет средств республиканского бюджета 463 миллиона рублей. Жители поселка Киря Алатарского района вынуждены пользоваться технической водой, так как другой у них просто нет. Такая же ситуация в Урнарах. Там групповой водоотвод эксплуатируется с октября 2012 года. Но люди не получают качественную питьевую воду. Выявлены упущения в проекте строительства водоподготовки. В обоих случаях систему водоснабжения проектировала компания «Отечественные водные технологии». Теперь по факту, когда денежки мы потратили финансовые, все констатируете, это не соответствует, оборудование не соответствует. Кто заказывал это оборудование? Кто закладывал в проектно-смертную документацию данный вид оборудования? Вот у меня вопрос. Проектанты плохо подготовили проектно-смертную документацию. Проектант отвечает, что они там не досмотрели и так далее. А при чем тут власть? Скажите мне, пожалуйста. Доделывайте за счет собственных средств. Продавайте машины служебные, крутые все, на крайний конец. Если вы не можете вести финансово-хозяйственную деятельность, то разрядьтесь. И продавайте свой бизнес другим подрядным организациям. Есть проблемы с качеством воды в Ибресе, Шамурше, Цивильске и в Батаревском районе. За ошибки нужно отвечать, подчеркнул глава республики. Спрос подрядчиков и заказчиков будет строгий. Соответствующее министерство обязано до конца довести. Прежде всего, ставится задача, она поставлена, по сути дела, и указа, чтобы люди получили качественную воду. Кто нормально работал, их надо благодарить. Кто по тем или иным причинам не выполняет свои взятые обязательства по подписанным юридическим документам, должны нести ответственность. На совещании были выработаны конкретные рекомендации по каждому объекту. Это очистные сооружения в Цивильске и Бресях, Шахазанах, сооружения водоочистки в Шамуршинском районе. А главам муниципалитетов рекомендовано обеспечить эксплуатацию объектов водоснабжения и водоотведения, строящихся в рамках программы «Чистая вода» до конца уходящего года. В Чувашии зафиксирован стремительный рост цен на яйца. Их стоимость за последние месяцы возросла на 25%, а по сравнению с октябрем прошлого года – на 36%. Заместитель министра сельского хозяйства Чувашии прокомментировал ситуацию нашему телеканалу. Если летом их можно было купить за 38 рублей, то теперь за 44. В некоторых магазинах цена доходит до 60 за десяток. Мониторинг цен на яйца в Минсельхозе проводят регулярно. Себестоимость одного десятка яиц для местных сельхозпроизводителей – 33 рубля. Среди регионов Приволжского федерального округа Чувашия с такими ценами находится на восьмом месте. Одна из причин подорожания – рост цен на корма. Вообще структура себестоимости яиц порядка 60-70% занимает эта корма. В связи с этим в этом году и из бюджета республики, так и из бюджета федерации была господдержка. Это на удешевление кормов. В целом наши сельхозпроизводители, кто работает именно по производству мяса свинины, мяса пиццы и яйца, получили порядка 106 миллионов рублей. Если взять, в частности, по яйцам, значит, субсидия составила 2 рубля 92 копейки на одно яйцо. Некоторые специалисты отмечают – рост цен на яйца носит и сезонный характер. К Пасхе и осенью продукт стоит дороже. Но главное – не поддаваться панике. Дефицита нет и искусственно создавать его не стоит. В Чубоксарах в очередной раз собрались горячие сердца. Юные пожарные со всего Поволжья съехались на региональный этап ежегодного смотра конкурса пожарных дружин. Я с рождения хочу быть пожарным, учаться в красной машине своей и бороться с пожаром коварным и спасать из огня малышей. Мы команда «Дюб Экстрим». Мы приехали из самой дружелюбной, самой многонациональной, самой красивой – Республики Мария. И мы хотим вам пожелать по-русски «Будьте счастливы по-марийски! Пиалан Лиза, по-чувашки Телепулар!» Кроме марийцев к нам приехали ребята из Мордовии, Ульяновской, Республики Татарстан. В конкурсе участвуют и дружинники из разных районов Чувашии. Всего 14 команд – победители местных этапов. Эти мальчишки и девчонки не понаслышке знают, что маленькая спичка иногда приводит к большой беде. Все, кто занимается вопросом безопасности, понимают опасность огня, они, конечно, уже победили. Они не допустят беды ни рядом с собой, ни у своих близких, родных. Они спасут и не дадут развиться сложной ситуации, наверное, в своем окружении. На слете будущие пожарные не только пели и танцевали. Строгая жюри оценивала видеоролики и стенгазета с фотоотчетами о работе дружин. Кроме живого выступления, судьи познакомились и с конкурсными работами команд из других городов Поволжья, присланными на электронных носителях. Заодно и мы у них чему-то поучимся, потому что я, казалось бы, все знал уже про работу пожарного. Сейчас послушал выступления нескольких команд, понял, что оказывается не все, оказывается, дети нам открывают на что-то глаза. Лучшими признали две команды – «Зоркое око» – город Саранск, Мордовия и «Агент-01» – их Чебоксарская школа номер 47. В ближайшее время победители отправятся в Москву на финал, где будут представлять Приволжский федеральный округ. Галина Титарчук, Николай Яковлев, «Республика». Чебоксарцев обяжут демонтировать гаражи за свой счет. По улице Ленинского комсомола, где в данный момент расположен гаражный кооператив «Звездный», планируется возвести жилые многоэтажные дома. Но далеко не все граждане согласны с таким поворотом событий и не желают расставаться с постройками на занимаемой площади. Администрация города подала исковое заявление в Калининские районы суд города Чебоксары с требованием обязать гаражан за свой счет произвести демонтаж металлических гаражей и освободить занимаемые участки по улице Ленинского комсомола. Большинство автовладельцев не желают расставаться с постройками на занимаемой площади добровольно. В этом случае приставы прибегают к мерам принудительного исполнения. Если в указанный срок должник не освобождает площадь от своей собственности, сотрудники управления судебных приставов в принудительном порядке транспортируют гараж в другое место. Всего в межрайонном отделе судебных приставов с начала года было возбуждено 291 исполнительное производство. На сегодняшний день уже снесено 100 гаражей. В это воскресенье свой профессиональный праздник отметят сотрудники органов внутренних дел. Службе исполнится 96 лет. Раньше до масштабного реформирования праздник назывался Днем милиции. Чувашских полицейских по традиции поздравили накануне официального праздника. В театре оперы и балета в их честь устроили торжественный вечер. Охрана общественного порядка является приоритетом государства. Любой человек, каждая семья хочет жить в безопасности. Поэтому мы, органы власти, должны обеспечивать охрану общественного порядка. Здесь участвуют и руководители других правоохранительных органов, органов государственной власти. Я хочу выразить слова благодарности всем руководителям, всем сотрудникам органов внутренних дел. Их служба и трудна, и опасна, но несмотря ни на что они выполняют свою работу. Чувашское министерство внутренних дел уже давно признали одной из самых эффективных силовых структур. В республике наметилось заметное снижение преступности, уменьшилось количество квартирных краш и разбойных нападений. Но порядок чувашские полицейские наводят не только у себя дома, но и за пределами региона. Вот уже 20 лет они несут службу на Северном Кавказе. В этом году из опасной командировки не вернулись два человека. Они погибли от взрыва бомбы, которую пытался провести на территорию отдела полиции террорист-смертник. Недавно полицейских представили к ордену мужества. Сегодня почетные награды и благодарности вручали и другим офицерам. Все они проявили мужество при исполнении своего служебного долга. Андрей Ковалев и Евгений Анисимов. Республика. Накануне дня сотрудников органов внутренних дел в деревне Сарнхорн Чебоксарского района торжественно открыли мемориальную доску геройски погибшему два с половиной года назад на Северном Кавказе оперуполномоченному УБОП Николаю Поручикову. Говорить о войне сложно. Страшные потери болью отзываются в сердцах не только близких, но и сослуживцев, друзей, знакомых. Николая Поручикова коллеги ценили всегда за высокий профессионализм. Молодым лейтенантом он пришел на службу в уголовный розыск. Его боевые заслуги на Северном Кавказе неоднократно отмечены государственными наградами. Он погиб в неравном бою 19 апреля 2011 года в дагестанском городе Хасавюрт. Его не стало в 36 лет. Человек жив, пока жива память о нем. Стараниями сослуживцев память майора Николая Поручикова теперь увековечена и в камне. На подвигах погибших солдат правопорядка воспитываются новые поколения сотрудников органов внутренних дел. Они ставятся в пример. В честь их проводятся и в настоящее время регулярно мы проводим соревнования, посвященные имени Поручикова. И дальше эта традиция будет продолжена. Я думаю, она станет традицией на долгие годы в чебоксарском роде. Они идут по жизни шутя. 8 ноября в нашей стране традиционно отмечают день рождения КВН. Впервые его отпраздновали в 2001 году. Этот праздник уже давно пересек границы России, ставь международно. КВН проводится в Австралии, Америке, странах Европы. Праздник еще остается неофициальным, но его популярность делает этот статус весьма незначительной деталью. Отмечают ли день рождения КВН в Чувашии? Смотрите далее в сюжете. Более 10 тысяч веселых и находчивых сегодня по всей республике отмечают праздник КВН. Это движение объединяет не только школьников и студентов, но и тех, кто давно покинул стены вузов и СУЗов. Свои КВНовские команды имеются не только во всех учебных заведениях республики, но и на некоторых предприятиях. Со сцены шутят и медики, и полицейские. К слову, сборная МВД уже несколько лет подряд веселит чувашских зрителей. Все артисты этой команды – реальные сотрудники полиции. Учитывая разброс наш по лигам, у нас принимают участие и ребята, которым мы по 10 и по 11 лет. Очень часто ребята из высших учебных заведений выводят на сцену ребят маленьких, потому что это работают. Там и 6, и 7 лет бывает. А так, я вам скажу, очень большой разброс. Бывают и выходят в роли каких-то преподавателей и 40-летние, и 50-летние. То есть и сами преподаватели, и проектора. Сейчас команды возродились в Кооперативном институте, очень сильная команда. В МГО очень сильная команда. Чифран Хиггс. То есть вот команды, которые принимают участие в финале. То есть команда, на которых охотно ходят, скажем так, на которых уже билетов не остается. В Чувашии существует 5 лиг. Столица, Высшая, Первая, Школьная, Лига Старт. В каждой шутят по-своему. И у каждой лиги свой зритель. Но самое сложное считается открытая межрегиональная лига-столица. Когда на одной сцене встречаются команды со всего Поволжья. Привет, красавчик. Меня зовут Элли из Казарса. Наши КВНщики успели засветиться и на Первом канале. Весь прошлый и этот год команда «Общага» удачно выступала в премьер-лиге. Молодой человек, а угостите девушку чем-нибудь. А чё я? Ну, я вам нравлюсь? Ну, нормальная, да. Ну, угостите. А повернись спиной. Что, хотите посмотреть на меня с другой стороны? Не, хочу посчитать деньги, чтобы ты не видела. Ну, что, хватает на коктейль? Мне хватает. Вот и сидит тут один жлоб. А я и сидел. Чё подошла, непонятно. Для КВНщиков эта игра уже стала, пожалуй, второй работой и даже судьбой. А для зрителей КВН – яркое и весёлое шоу. Его фанаты каждый раз с замиранием сердца слышат привычное «Мы начинаем КВН». Галина Титарчук, Александр Петров, Республика. Чувашия получит из федерального бюджета почти 8,5 миллионов рублей на приобретение искусственного покрытия для футбольных полей профильных спортивных школ. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Напомним, с 2009 года в Чувашии действует программа модернизации современной спортивной инфраструктуры, согласно которой в специализированных спортшколах началось строительство полей с искусственным газоном. Как сообщили в пресс-службе Минспорта Чувашии, чебоксары могут войти в список городов, где во время 21-го чемпионата мира по футболу 2018 года сможет тренироваться одна из команд-участниц финального турнира. Финансируется проект за счёт средств федерального бюджета, бюджетов субъектов России и внебюджетных источников. Температура не больше 10 градусов по Цельсию, зато атмосфера накалённая. Вне школьных осенних каникул в Чебоксарах разыграли кубок Спартака по хоккею среди детских команд. Нешуточная борьба красные против синих. На льду пока ещё совсем не легендарный номер 17, а также 12, 22, 10 и так далее. Чебоксарский Спартак играет с воронежским Бураном. Это всего лишь одно из многих сражений финала открытого турнира по хоккею на Кубок Спартака. В Чебоксары приехали команды из семи разных городов страны. Возвращаясь на то, с какой скоростью летает шайба и ребята носятся по льду, понимаешь, почему трус не играет в хоккей. А ведь многие из этих ребят провели на льду большую часть жизни. Тренироваться начинают с трёх лет, а сейчас этим спортсменам по 10. Мы сегодня здесь играем с Кристаллом. Это очень сильная, стабильная, хорошая команда. Хоккей – это моя любимая игра. Я хотел с детства в это играть. Мужская – очень хорошая игра. На вопрос о выбитых зубах и травмах ответ дают совсем не детский. Они красят мужчин. Своими подвигами невеликолепной пятёрки не вратари не хвастаются. Говорят, так вышло. Я хотел дать пас, но получился гол. Там какой-то мальчик из Бурана, у него клюшка попала и гол был. Да, а это получается автогол? Да. Впрочем, конечно, все достижения не случайны. В неделю ребят всего один выходной, остальные шесть тренировочные. Глядя на их азарт или желание играть, почему-то верится, что у российского хоккея великое продолжение. Ольга Пырочкина, Николай Яковлев, Республика. По прогнозам синоптиков, холода придут в Республику в конце ноября. Но подобрать себе зимнюю одежду можно уже сейчас. В Чубаксаре, в ДК Хузангая, открылась выставка продажа «Шубный край». О том, какие шубы сейчас в моде, смотрите далее. А я с вами прощаюсь. Удачным вам выходных. На пике популярности снова норка и мутон. И форма имеет значение, если дело касается шубы. Практичные меховые пальто, дерзкие модели для активных и деловых женщин. И, конечно же, золотая середина, простой силуэт, сдержанность и строгость. Классические модели подойдут на любой возраст и женщине любого телосложения. На плечиках аккуратненько размер, по-моему. Правильно вы мне подобрали? Этот поясочек, да? Да, это шубка с поясом. Длина меня устраивает. Хорошие производители, качественные производители. Уникальный подбор меха, отработанный годами лекала. Каждое изделие – это не просто меховая шуба, это действительно пальто, которое садится по фигуре. На ярмарке «Шубный край» представлены шубы от меховой фабрики «Аэлит» города Пятигорск Ставропольского края. Особенность нашей выставки – это большой, огромный, можно сказать, размерный ряд от 40 до 72 размера. Покупатель всегда найдет у нас себе по душе покупочку и без покупки не уйдет. В этом сезоне в моде поперечка, а также звериный принт. Это отличные варианты для молодых модниц. Я своей жене купил шубу на выставке «Шубный край». Продавцы приветливые, цены приемлемые. Подобрать можно все, что угодно, на любой вкус. Очень всем рекомендую. Шубки из мутона и норки, а также другие меховые изделия ждут своих покупателей в ДК Хузангая с 5 по 10 ноября с 10 до 19 часов. Приобрести такую прелесть можно не только за наличный расчет, но и в рассрочку. Для удобства посетителей ярмарки «Шубный край» от остановки хлопчатобумажный комбинат до ДК Хузангая через каждые 15 минут будет курсировать бесплатный автобус. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ